Правда ли, что наши программы записаны еще в детстве нашими родителями? Переписать программу подсознания очень тяжело во взрослом возрасте. Первая часть – правда, вторая – неправда. Программы записаны, они не то чтобы нашими родителями записаны, просто наш мозг воспринимает разную информацию. Как правило, то, что мы берем от родителей, мы принимаем за правду, поскольку у нас родители – это самые наши близкие люди, и кредит доверия к ним самый высокий. И действительно, если вы какие-то вещи в себе откопаете, вы это увидите. Но переписать их достаточно несложно. Просто важно задаться этой целью, если вам необходимо, и то перезаписать только те программы, которые вам реально мешают. Потому что если мы с вами начнем перезаписывать все программы, то у нас с вами жизни не хватит, не стоит на этом циклиться. Важно убрать то, что мешает, понять, у меня где-то затык. В чем затык? Ага, в отношениях затык. А что затык? А затык, потому что вот так я думаю. А что я так думаю? А я так думаю, потому что я там от мамы услышала или где-то увидела, или фильм посмотрела. Окей, хорошо, значит, мне надо что-то с этим сделать. И вот уже здесь у нас идет работа. На самом деле меняется все просто. Одно убеждение выковыривается, на его место ставится другое. Как в огороде. Знаете, бурьянчик один вырываем, на его место ставим что-то другое. Вот и все. То есть ничего суперсложного в этом нет. И опять-таки многие делают целью своей жизни выкопать у себя все эти убеждения. Нахрена вам надо? Выкапывайте только то, что вам сложно. Чувствуете, что вы, знаете, как в работе, например, полно людей, и я в том числе, которые там зарабатывают много денег, ну достаточно, нормально, немало, точно, но при этом все время зарабатывают тяжело эти деньги. И тут выкапываешь убеждения, что деньги могут приходить тяжело. Вот. Тут важно поработать только над этим. То есть если у вас, как вам сказать, не обязательно, что если у вас есть какие-то убеждения, то у вас там все, затык, да, порча. Нет никакой порчи. Просто что-то вам будет даваться легко, что-то сложно. Часто бывает такое, когда смотрят на какую-то девчонку, я помню, так у меня было, и говорят там, блин, почему это все легко дается? Почему она себе такого высокого мнения? Почему она считает, что она королева? А в этом весь и прикол. Она считает, что она королева, а ты считаешь, что ты жаба. И тебе надо доказать, что ты королева. А ей не надо доказывать, потому что она по определению себя такое считает. Ей вообще срать хотелось, считаешь ли ты ее королевой или жабой. Она о себе так думает, и этого достаточно. И я вот помню, что я страшно злилась на таких девочек. Ну почему? Ну как? А-а-а! Вот. А сейчас понимаю, что они красотки просто. И вот эта высокая самооценка у детей про себя, не то, что высокая, ну, ну, высокая самооценка для нас, вы для всех, заметьте, слово высокая самооценка звучит как нечто оскорбительное, да? То есть если говорят высокая, мы хотим оскорбить человека, говорим, у тебя слишком высокая самооценка. На самом деле это не оскорбление. И у каждого должна быть высокая самооценка. С чего вдруг мы вообще рождаемся и начинаем себя, значит, там, считать недостойными чего-то или кого-то. Но вот вы об этом подумайте. С чего у нас берется эта низкая самооценка? С чего мы скромницами играем? Мне ничего не надо, я ничего не хочу. Откуда это? Откуда это не любовь к себе? Вот. Откуда это не любовь к себе? 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 Продолжение следует...